Два крупных пожара произошло в Магадане за эту неделю. Спасателям удалось вызволить из огня несколько человек, но без жертв не обошлось. Так, 17 января в частном доме на Пролетарской 158 погибли два человека. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около часа дня. Пожарные прибыли на место через 10 минут. На момент прибытия частный дом был объят пламенем по всей площади. Незамедлительно приступили к поиску возможных посредавших и спасению, и разведке обстановки. В ходе разведки во внутреннем пространстве жилого дома были обнаружены два человека без признаков жизни. Хозяину удалось самостоятельно покинуть помещение до прибытия пожарной охраны. Он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и в последующем госпитализирован в областную больницу. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Рассматривается несколько версий произошедшего. В том числе пожар мог произойти по причине неосторожного обращения с огнем. Разбирается в произошедшем и следственный комитет. По информации ведомства на месте работает следственно-оперативная группа. При участии руководителя отдела криминалистики проводится осмотр места пожара. Точная причина его возникновения будет установлена в ходе пожарно-технического исследования. Еще одно возгорание произошло сегодня в одной из квартир на первом этаже на транспортной 17. Пожарные спасли несколько человек, в том числе ребенка. Хотелось бы обратиться к жителям в связи с такой неблагоприятной обстановкой. Все-таки соблюдать неукоснительные требования пожарной безопасности. Не оставлять без присмотра включенные электрические приборы, топящиеся печи. Не оставлять, не поручать контроль за этими приборами и печами детям. Знать, где они находятся. Не оставлять их без присмотра. По возможности оборудовать свой дом автономным пожарным извещателем. Статистика показывает и уже нашего региона, и Российской Федерации в целом, что данные приборы позволяют спасать жизни. Только в 2022 году более 550 детей у нас спасено при помощи этих приборов. То есть это маленькое устройство, которое оборудовано звуковым извещателем и газоанализатором, который мгновенно обнаруживает дым и издает громкий, очень пронизительный сигнал, который заставляет вас проснуться и покинуть помещение своевременно. Он реагирует, особенно в ночное время, гораздо быстрее, чем вы успеете почувствовать запах. И может спасти вам жизнь. В прошлом году у нас четверо человек на пожаре спаслись до прибытия пожарной охраны. Узнали о пожаре именно благодаря своему установленному извещателю. Субтитры создавал DimaTorzok